Уже в следующем году в здании бывшего кинотеатра России откроется Самарский молодежный драматический театр-мастерская. Сейчас на объекте продолжаются работы внутри и снаружи. Оценить ход реконструкции приехала глава города Елена Лапушкина. В театре оборудуют большой зрительный зал с поворотной сценой на 218 мест. Малый зал на 85 мест, детскую театральную студию. Появится большой вестибюль с выставочными пространствами и холлами. Ведутся внутренние отделочные работы. Собирается механика сцены, оборудование, которое будет непосредственно технологически влиять на эксплуатацию самого концертного зала. Выполняются технологические подключения. Сейчас мы видим, что теплотрассы заходят в здание. И, в общем-то, работы ведутся в соответствии с графиком. Подрядчик, согласно муниципальному контракту, должен справиться с реставрацией до конца года. Вблизи мастерской также кипит работа. Бульвар на улице Чернореченская, проезжую часть и пешеходную зону благоустраивают в рамках двух национальных проектов – безопасные качественные дороги и жилье и городская среда. На первом этапе ресурсники провели модернизацию всех инженерных коммуникаций на участке – тепловых, газовых, электрических сетей, труб, водоснабжение и водоотведение. Следующей задачей специалистов стал ремонт проезжей части. Сейчас остались у нас работы по нанесению разметки, включению светофора по выезду на Владимирске. С 1 сентября улица будет открыта. Работы по дорожному нацпроекту уже в стадии завершения, а работы в рамках второго контракта выполнены на четверть. Уложены дорожки, проводятся вопросы по планировке территории, где будут газоны. Дальше будут посажены кусты, перголы поставлены, мафы. Ну и, соответственно, я думаю, что срыва сроков здесь точно не будет. Закончить благоустройство бульвара должны до конца октября. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.